Друзья, всем привет и да, наконец-то я вернулся спустя двухнедельного отпуска небольшого, я отдыхал, рыбачил, охотился, занимался очень великими делами, наслаждался своим отдыхом, но я к вам вернулся, теперь каждый день с понедельника по пятницу стабильно будут выходить для вас видосы, также теперь каждые выходные, а именно субботу, воскресенье, я для вас буду проводить стримы. Стримы будут проводиться в основном вечером, с часов наверное 11 до утра будет видно, но тем не менее все будет заранее написано, ссылочки есть в описании, если хотите за всем этим делом следить, телеграм, дискорд, сервак, все есть, поэтому пересоединяйтесь, иногда в телегу укладываю всякие постики, фоточки, а в дискорде в принципе можно просто пообщаться, как-то так. Ну и сегодня у нас с вами на повестке дня, новая игрушка, причем игрушка, да, как я понял от моего подписчика, ну или просто зрителя, одно другому не мешает. Причем довольно-таки интересно в сеттинге, знаете, довольно-таки давно, может года 2-3 назад, были популярны игры на тематику Тайкона, то есть Тайкон в плане симулятор разработчика видеоигр, то есть ты выступал за какого-нибудь, да, команду людей, или начинал вообще с самых низов, с одного человека, как говорится там, с гаража, да, и создавал свою корпорацию по разработке всяких игрушек, конкурировал с разными компаниями, и в общем-то пытался наслаждаться всем этим делом, там всякие технологии появлялись, поколения менялись, там консолей, куча всего, и в общем-то разработчик этой игрушки, блин, сделал довольно-таки, как по мне, интересную вещь, такое я вижу впервые, и возможно мы продолжим играть в эту игру, если она вам понравится, а именно, здесь же у нас с вами Тайкон по написанию книг, да, то есть мы будем с вами конкурировать с другими писателями, будем подниматься также с низов, писать свои какие-то книжечки, и я, конечно, далеко не самый какой-то там заядлый, да, писатель, ой, писатель, куда уж мне до этого, читатель, далеко не очень много книг я прочитал, на самом деле, можно, наверное, по пальцам, да, двух рук, всё это дело как-то пересчитать, но, тем не менее, я надеюсь, будет довольно-таки интересно, потому что написать книгу намного интереснее, нежели, да, читать, как по мне, поэтому посмотрим, что из этого всего у него получилось, и, надеюсь, будет интересно, погнали смотреть, так, создание персонажа, давайте какое-нибудь крутое имя с вами выберем, да, вот такое, почему нет, можно выбрать возраст, можно выбрать пол, но менять тут ничего не будем, также можно, видимо, выбрать какую-нибудь фоточку себе, о, вот это точно, я примерно так и выгляжу, в 25, да, выгляжу довольно-таки неплохо, также можно выбрать тип личности, всего есть на выбор 3 типа личности, на что это влияет, я пока что без понятия, никаких дополнительных изменений, построите своего персонажа по ходу игры, а это, видимо, какая-то дополнительная сложность, что ли, исследование, редактирование, написание, плюс-плюс, минус-минус-минус, ученик, творец, романтик, лентяй, кучу минусов тут и удача в плюсы, ну, это, видимо, какая-то дополнительная сложность, да, или другой стиль игры, давайте еще менять не будем, посмотрим, как вообще играется игрушка, такс, злео, Андрей Волковский, Скайлер Алекса и Скайлетт Майер, Цель уровня 6, набрать максимальное количество очков престижа, два игрока, набравших большинство очков престижа, переходят на пятый уровень, Добро пожаловать в Writer's Rush, чтобы пройти шестой уровень, вы должны набрать больше очков престижа, чем другие игроки, очки престижа в основном начисляются за написание книг, чем лучше книга, тем больше очков престижа вы получите, давайте ознакомимся с навигацией в игре, ну, давай, так, у нас есть валюта, валюта у нас есть целых три штука, да, это престиж, это деньги и это наши читатели будущие, также мы можем написать книжечку здесь на плюсик, мы начинаем, кстати, с вами в 96-м году, судя по всему, можно ставить игру на паузу, количество недель до следующего раунда, ага, и этот раунд у нас закончится, когда пройдет аж 200 недель, ничего себе, много, это сколько, это два года, да, я ведь умею считать, все, ну, это да, два года, так, и количество ошибок, видимо, мы будем совершать какие-то ошибки, какие-то кнопки, хорошее обучение, мне нравится, почтовый ящик и журнал целей, угу, игровые события и статистика, рейтинг, топ за все время, о, смотри, тут можно посмотреть, кто лучшие книги написал, возможно, да, можем каких-то там великих писателей даже опередить, ну, в плане, да, самую какую-нибудь великую, великчайшую книгу написать во всем мире, тут Шекспир на первом месте, 8,9 балла, судя по всему, Отелла, Ромео и Джульет, тоже Шекспир, Король Лир, тоже Шекспир, понятно, так, и игроки, которые, да, против нас в данный момент соревноваться будут, угу, окей, вроде бы все понятно, график, в котором отображаются все изменения, окей, давайте дальше, хорошо, вы начинаете играть в 1996 году на шестом уровне, через 4 года игроки, набравшие больше не 2, да, 4, ну, считатель зимы тут еще, переходит на уровень 5, чтобы написать первую книгу, нажмите плюс, окей, вот, кстати, если разработчик будет все это дело смотреть, кто посонит, тот дурак, а я думал, здесь, если разработчик будет все это дело смотреть, пожалуйста, в будущих обновлениях сделай, знаешь, какую штуку, здесь, когда заходишь на стройки, громкость, видишь, у меня на двоечку стоит, хотя все равно громко, вот как так, да, надо сделать, знаешь, как, как в других игрушках, основной звук, эффекты, музыка, чтобы все это можно было как-то более удобно регулировать, потому что оно некоторое громче, некоторое тише, из-за этого, ну, сам понимаешь, не очень приятно все это дело, так что, надеюсь, это практично, это все дело, внимание, так, ну и погнали смотреть, что нас ждет, тут, я так понимаю, будет журнал, где мы будем смотреть за какими-то, да, достижениями наших соперников, тут уже кто-либо 90 очков набрал, в смысле, ну, а давай мы тоже не будем отступать, начнем писать нашу первую книгу, в данный момент у нас доступно 5 жанров, это детектив, драма, ужасы, фантастика и фэнтези, в принципе, я любой жанр люблю, детективы мне нравятся, ужасы мне нравятся, фантастику я люблю, фэнтези тоже неплохо, вот, нет, комедию и драму, вот это вот мне, если честно, не особо нравится, да, все-таки, вот эти жанры мы, наверное, с вами трогать вообще не будем, скорее всего, вот детективы, ужасы, фантастику и фэнтези можно, и давайте, наверное, знаете, с чего начнем, будем детективы писать, у меня что-то сегодня такое желание, какую-нибудь страшную стрёмную историю про детектива, которая будет исследованием серийного убийцу искать, и что-нибудь такое, посмотрим, получится или нет, написать что-нибудь красивое, ух ты, нифига себе, выбор темы, у нас доступна целая куча тем в начале, видимо, их можно будет в будущем еще докупать, ну, нам и так тут выбор дают хорошие, что выберем, Азия, альтернативная история, это все, мне кажется, от больницы неплохо звучит, вампиры, вестерн, власть, деньги, детство, животные, это все не то, не то, не-не-не-не-не, все не то, все не то, все не то, НЛО, одиночество параллельное, ага-ага, преступление, самопознание, смерть, соперничество, спецслужбы, спорт, средневековье, становление героя, суперспособность, технологии, тьма, хаос, эльфы, блин, слушай, я даже не знаю, что взять, преступление можно взять, да, такое самое, так сказать, сказалось бы, банальное в какой-то степени, ну, слушай, ничего другого, прям уж очень-очень такого, идеально подходящего для детектива не вижу, на самом-то деле, а давай возьмем, преступление, так, целевая аудитория, можно выбрать пол, на какой, да, мы можем опираться, да, я думаю, женщины и мужчины будут, и любят, в принципе, да, читать, детективы, можно выбрать возраст, наверное, давай взрослые больше люди, да, да, наверное, больше, хотя тут, мне кажется, и взрослые, и пенсионеры тоже, хотя пенсионеры не факт, что детективы любят, хотя, ну, давай вот это, вот это хороший возраст, 18-60 лет, этому детективы здесь идеально впишутся, интерес, непонятно что, окей, черновое название можем дать, да, нашему произведению, танцующий паладин, обожаю эти кубики, пыльник, маска рокового шепота, слушай, а звучит хайп, а давай оставим, так, приблизительное время, 46 недель, провести исследование, что это значит, ага, если мы не будем его проводить, то меньше понадобится времени на написание, ну, давай проведем, хоть узнаем, что это за штука вообще, да, ну и погнали, ой, тоже очки заработал, ну, почему-то, кстати, меньше, чем, да, этот мужик, а почему, детективы Азия, детективы преступления, то есть, этот график для всех нас, то есть, можно смотреть, кто здесь кого опережает, кто вообще, за что очки лутает, а вот мы, видите, мы начали с ним исследовать вместе, кто-то сразу решил пропустить исследование и сразу начинал, начал писать книги, ага, за всем этим делом можно наблюдать, и сверху у нас ползунок, давай на первой скорости перейдем, что-то слишком уже быстро все идет, так, нам, кстати, какое-то письмецо еще тут отправили, от Пол Пона, добро пожаловать в Райтерс Раш, уже более 300 лет неутолимый и таинственный Уолли Бешеный Пес Шейкспир побеждает в соревновании писателей, все боятся его, никто не может бросить ему вызов, ваша конечная задача победить его и занять первое место, вы начинаете с уровня 6, через 4 года произойдет ротация и вы сможете подняться на уровень 5, удачи, то есть, нам дают 4 года на все, про все, окей, так, а тут еще какие-то кнопки вот тут были, да, нам сказали какие-то кнопки, а что это за кнопки, а это можно тут отсортировать, да, понятно, по уровням тоже можно перейти, а, если вот я могу между уровнями еще тут, фигаси, ничего себе, интересно, я, кажется, могу между уровнями тут скакать, интересно, а вот он, да, Шекспир, ты что ли, да, вот он Шекспир, еще сегодня валится отношение к вам, а шо за шо, шо, че, че, он меня не любит, а все ко мне так относятся, не, соответственно, нормально тут, смайлики, о, я могу им что-то предлагать, сатария, объединиться против, сыграть в камень-ножницы-бумага, ухудшить отношения, вызвать на дуэль кого-то могу, ничего себе, с ними можно общаться, я бы мог этого и не заметить, тут вы видите, как разделено, так, что тут еще есть, давайте их сначала глянем, перед тем, как начать, написать книгу, это что, а, это мы, да, у нас есть какие-то навыки, скорость, видимо, написание, качество, исследование, вот это что такое, влияет на скорость исследования, шанс выпадения бонусов и очков фокуса, это бафы, что ли, какие-то, редактирование на эффективность, редактивное исправление ошибок, а, вот тут какие-то ошибки, да, наша удача, единица, влияет, собственно, на все, окей, допустим, печатная машинка, у нас есть какая-то, дедовская машинка, ага, мы можем, видимо, в будущем купить какие-то новые крутые машинки, да, в данный момент у нас вот эта вот машинка, а мы также, смотрите, сможем докупать с вами какие-то темы новые, о, психические заболевания, вот это, мне кажется, круто будет, да, с этим, с детективом, хотя у нас и так-то много жанров доступно, ой, жанров тем, какие-то фокусы, смотри, еще есть, научный подход, внимание к деталям, интересно, тут типа или деньги, или престиж, или что? О, скидка какая-то, смотри, ну что за скидка, а, и, то есть я трачу и деньги, и престиж, чтобы отчета купить, понятно, какие-то курсы можно пройти, да, смотри, вероятность ошибок, минус 10 процентов, понятно, понятно, это, видимо, какой-то магазин, а это вот это, да, что ли, понятно, окей, запускаем, в будущем там, видимо, может быть, какие-нибудь вкусняшки покупать, что-то новенькое открывать, я что, я только за, так, мы сейчас, получается, проводим с вами исследование, исследование завершено, статус успех, ошибок будет на 3% меньше, опыт плюс 777, на удачу, опыт написания плюс 15% и скорость будет выше, интересненько, вы также узнали, детектив и преступление это идеальная комбинация, ну, естественно, я-то, я-то все знаю, преступление и взрослые отлично скажутся на продажах, и тут я угадал, ну, какой я, я все знаю, да, 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 ни в коем случае не угадал, в Японии примерно 98% всех уголовных дел завершаются признанием вины подсудимого, окей, это просто интересный факт, типа, допустим, в общем, исследование, это что такое, это, видимо, во-первых, мы узнаем, что с чем сочетается, какой-то интересный факт по приколу добавили и бафы получаем, понятно, штука полезная, штука полезная, так, а вот это уже как во всех тайконах, да, ползунки дергать, тут, кстати, смотрите, удобно все написано, что, что значит, что, где, что значит, да, то есть диалоги это диалоги, глубина персонажей, взаимодействия персонажей, литературный стиль, сюжет, это история, основной конфликт, логика и мотивация, раскрытие тем, окружение, это описание мира, атмосфера, флора и фауна, социокультурный контекст, что нам нужно для детектива, наверное, сюжет, по большей степени, да, давайте будем с вами все тестить, допустим, сюжет у нас будет 50%, может, и сюжет, я считаю, в детективе штука довольно-таки важная, там, вот эти замудренности, да, в детективе происходят, окружение, думаю, не такая важная штука, атмосфера, конечно, вещь хорошая, но вот флора, фауна, контекст, описание мира, я думаю, это не так важно, если честно, а вот диалоги, глубина персонажей, вот это поважнее, как мне кажется, так что мы делаем, наверное, как-то вот так вот, можно, блин, даже, наверное, вот так сделать на всякие, также имя протагониста нашего главного персонажа, да, Мэтьюс, а давай так и оставим, пусть будет Мэтьюса, погнали дальше, дальше у нас какое-то планирование, эмоциональность или экшен, камерность или эпичность, простой сюжет или сложный сюжет, тоже все подписано, что, что значит, да, для тех, кто в этом особо не разбирается, вот с этой респекту же разработчику, что он дал точно понять, да, что к чему, любой поймет, так, ну, я думаю, надо в сложный сюжет уходить, тут всякие, да, в детективах закрученные сложные движухи происходят, поэтому давай-ка мы, наверное, ну, ладно, давай процентов 20 в простом оставим, чтоб голову разгрузить, мало ли, да, кому-то понадобится, вот что такое камерность, ограниченное пространство, малое количество персонажей, а, все, понял, ну, тут, слушай, я не знаю, стоит ли что-то менять вообще, эпичность, давай я этот ползунок вообще трогать не буду, мне кажется, детективе ни то, ни другое не нужно преобладать, как мне кажется, да, множество персонажей, судьбоносные события, хотя, возможно, в эпичность давай немножко уйдем, вот так хотя бы, так, эмоциональность или экшен, эмоциональность это чувственность, глубина переживаний, любовные взаимоотношения, а экшен это динамичность, элементы риска и конфликт, я думаю, надо в эмоциональность больше уходить, как-никак детектив, больше атмосфера будет давить, да, так что давай в эмоциональность отправимся, ну и погнали, смотри, что из этого все у нас выйдет, надеюсь, не облажаюсь, о, святые, я много очков золотал почему-то, ничего себе, ну я что, я только за, остальные тоже начали по чуть-чуть тут что-то делать, выбор завязки, в рамках выбранного жанра и темы, а также ваших способностей, допустим, следующие сюжеты, тайный круг, Мэтьюс, 32-летний, а мы будем, мы прям сюжет можем выбирать, интересно, давай, Мэтьюс, 32-летний, частный детектив, он переживает в тихом пригороде, после неожиданной смерти отца, он обнаруживает, что его семья скрывала темное прошлое отца в криминальном мире, допустим, можем еще что-то, видимо, выбрать, в античных Афинах, 25-летний раб по имени Мэтьюс обнаруживает заговор против своего господина, когда тот попадает под подозрение в убийстве своего брата, вот это как по мне поинтереснее, вот это звучит, пансионат, Мэтьюс, детектив с 10-летним стажем, расследует череду странных смертей в пансионате для талантливых детей, окей, а вот это вообще кайф, давай вот это выберем, мне кажется, это самое интересное будет, да, погнали, о, мы, кстати, неплохо уже с вами престижа залутали, мы прям на первом месте до сих пор идем, ну, как хорошо вообще, нас пока догнать не могут, процентики капают, время идет, причем очень быстро оно идет, ничего себе, тут прям неделями, да, пролетает, так, кульминация, тайное общество, Мэтьюс обнаруживает, что тайное сообщество проводит над детьми эксперименты, чтобы создать сверхлюдей, Мэтьюс выясняет, что все смерти произошли в результате ритуальных жертвоприношений, Мэтьюс обнаруживает, что дети умирает от наркотика, который им дают учителя, наркотик повышает интеллект, но также вызывает серьезные побочные эффекты, так, типы кульминации, отлично кульминация, одна из кульминации будет встреча на читателями, лучше остальных, так, народе повышает интеллект, также затем побочные эффекты, два жертвоприношения, я думаю, это что-то прям такое интересное будет, то, что тут создавать сверхлюдей, ну это такое, а вот жертвоприношение звучит что-то такое мистическое, интересное, да, тем более называется-то как маска рокового шепота, прям идеальное название, да, для этого всего дела, давай, так, выбор кульминации или плюс тридцаточку лутаем, а за что он тут, а, соточку за кульминацию получила, видимо, облажался, да, что он прям дофига за кульминацию получил, ну ладно, будет еще видно, ага, с этой ошибки копятся справа сверху-то у нас, понятно, так, и выбор концовки в лесу, Мэтьюс сам становится жертвой ритуала, его тело находят в лесу, его смерть остается загадкой, демон, Мэтьюс находится, но внезапно появляется демон, оказывается, он просил переносить жертву куриц, а не детей, лупость какая-то, однажды Мэтьюс рассказывает преступление, но убийцы исчезают, а раскрывает, рассказывает, раскрывает преступление, но убийцы исчезают, он оставляет дело открытым, надеюсь, что однажды сможет их поймать, блин, ничего, как сделаем, есть два выбора, вот это вообще глупость какая-то, или открытую концовку оставить, или закрыть, но мне кажется глупо будет так закрывать, давай открытую концовку оставим, да, чтобы ажиотаж остался на, мало ли, в будущей книге наши, почему нет, все возможно, давайте таки поступим, плюс 50, блин, тоже что-то мало, да, можно было, вот видите, плюс 100 лутают, а я плюс 50 почему-то всего, тьфу ты, ну ладно уж, так, надо будет обязательно, видимо, еще ошибки пофиксить, да, судя по всему, нужно будет обязательно пофиксить ошибочки, так, начать редактирование, можно тут все поменять, так, редактирование, ага, мы можем за престиж, смотрите, других типов брать, а, не можем, тут замочки везде, смотри, да, можем только себя, за престиж, ошибок исправлено 0-16, по 2 в неделю максимум, там как повезет, да, ну давай посмотрим, что за твой выйдет, имя редактирования 2 месяца займет, ничего себе, ну давай, начинаем редактирование, от ошибок надо избавляться, а то что, нифига, я их тут насобирал целую пачку, надо хотя бы, не знаю, все фиксить, но все, не знаю, стоит ли фиксить, очень долго, долго, много, такая вся история, ага, вот результат, 43%, нам бы хотя бы до 50 добить, да, давайте еще разок поредактируем, я думаю, потом можно будет выпускать, о, минус 2, бестселлер, кто-то уже выпустил, в смысле, а как я, а как же я, я еще даже не начал, так, боулинг выпустила Оливере тайной психбольницы, ставшую настоящим хитом, возможно, мы имеем дело с книгой, которая изменит мир, поздравляем, боулинг, окей, так, сколько, ну нормально, кстати, окажись, ошибок тут пофиксил, да, по минус 23 постоянно, хотя вот сейчас ничего, и сейчас ничего, минус 8 в итоге, о, ровно 50, ну так давайте, наверное, выпустим книгу, я думаю, она того стоит, слишком долго тоже редактированием заниматься, мы на это все делаем, ведь каждый раз по соточке престижа тратим, ничего себе, дорого-богато уходит, или последний раз, блин, не знаю, а, у нас же там еще лимиты по времени есть, нет, давай выпускать, давай выпускать, там же лимиты есть свои, что это я, так, мы с вами получаем за все это дело, кстати, еще престижа, и получаем опыт к нашим навыкам, книгу мы писали с вами 15 месяцев, ничего себе, почти полтора года, почти понятие растяжимое, ну, что, выпускаем книжку, а мы еще отзывы за все это дело получаем, только что появились первые рецензии на вашу книгу, автор идеально подобрал тематику и у жанра, трагически плохо, нытье и слезы, давай еще больше нытья и слез, а, и тут еще мнение читателей, смотри, есть, ничего себе, интересно, мой муж прочитал это и ушел с семьи, хороший сюжет, но викторина по математике интереснее, очень понравилась книга, ее ценность очень высока, стоит дешевле чашки кофе, знание самое главное, точнее, единственное, чем мы, чем мы владеем, и автор этой книги настоящий богач с его интеллектуальным багажом и эрудицией, такие книги непопулярные, потому и тираж небольшой, а мы, кстати, вот сейчас еще деньги заработаем, да, наше первое? Да, с этой первой книги, ой, первые книги, первые книги и первые деньги, также первый читатель у нас появляется, Ничего себе, я тут много с этой залутал-то, да? Это 1700 престижа, ничего себе, зря жалел, да? Зря жалел, окей, нам, кстати, на почту какое-то письмо пришло, от Пол Пона, привет, дорогой Зельева, поздравляю с выпуском своей первой книги, она получилась вполне себе хорошей, буду с удовольствием следить за твоим творчеством, спасибо за отзыв, а я отвечать еще могу, интересно, окей, так, стоит ли нам куда-то потратить наши первые деньги? Темы нам не нужны, и так, целая пачка там есть, внимание к деталям, научный подход, вот, можем вот какой-нибудь фокус взять, да, почему нет? Посмотрим, что это вообще за штука такая, давай купим фокус, научный подход, я думаю, брать не стоит, контракультурность, описание технологий, давайте следующую книгу сразу начнем писать, нам надо, я так понимаю, очков много заработать, поэтому останавливаться на достигнутом ни в коем случае не стоит, можно просто выбрать, знаете, чем, какую-нибудь другую тему, чтобы нас не зачморили за то, что мы одно и то же выпускаем, да? Может, чем-нибудь с больницей? Мне кажется, что-нибудь интересное получится, возможно, остров, оборотни, тут ничего другого такого интересного нет, да, для детектива, вестерн, кстати, вестерн, погоди, а давай вестерн сделаем, почему нет? Что-то я его сразу не заметил, погнали, так, забытые страхи, кошмары и самоубийства, готический пистолет, о, тайное письмо, звучит неплохо, давай, погнали, проводим с вами исследование, книжечка у нас, видимо, все, святык, да, странно она, я делал сначала очень много продалось, потом в два раза меньше, потом еще в два раза меньше, ничего себе, а чё так плохо-то, да уж, но, тем менее, мы тысячу копий продали, можем даже тут что-то потыкать еще, аудитория, а, может, посмотри, какой у нас процент мужчин и женщин, ничего себе, 41% женщин, ну, довольно-таки неплохо, кстати, очень даже неплохо, опа, меня обогнал кто-то, ничего себе, он очень хорошую книгу, видимо, выпустил, очень хорошую книгу он выпустил, ничего себе, исследование завершено, статус успех, ошибок минус 6% будет, детективы и вестерны это идеальная комбинация, ну, я-то знаю, вестерны взрослые отлично скажут на продажах, отлично, на востоке США существовал закон Гомстед Акт, который позволял людям получать землю за бесценок, если они обрабатывали ее и строили на ней дом, но об этом я, кстати, тоже знаю, интересно, тут просто факты какие-то, да, я думал, факты, связанные с детективами, что-то будет, там всякие движухи какие-то, а тут просто левые факты какие-то, так, что мы в прошлый раз сделали, мы с вами в прошлый раз 50% сюжета сделали, да, диалоги и окружение, я предлагаю немножко поменять и сделать этот раз вот так, посмотрим, что из этого выйдет, протагениста как будут звать, Майлз Райт, Петри Хэнкок, Лукас, ну давай Лукаса, так, что тут, что тут, что тут, чувствительность, глубина переживания, динамичность, метрическая, конфликт, может вот раз в экшен немножко уйдем, ну так, чисто ради интереса, камерность, а давай в этот раз, кстати, может в камерность также уйдем, психологическая сложность, да, давай в этот раз уйдем с вами в камерность побольше, посмотрим, что из этого выйдет, простой или сложный сюжет, естественно, сложный сюжет, давай попробуем, потому что детектив как-никак, там всякие вот эти завертушки, да, сюжетные перипетии и тому подобные вещи, поэтому посмотрим, что из этого всего получится, ну сейчас мы нормально там ползунки с вами подергали, на самом деле, так, что будет видно, что из этого всего получится, ну ничего себе нас обогнали, как сильно, смотри, да, о чем он очень хорошую книгу выпустил, что ли, да, а вон там показано, сейчас глянем, в рамках, ага, так, давайте посмотрим, что нам дают, во время сухого закона маленький городок на юге США переживает нападение существа, которое охотится на трезвых людей, кровавый закат, бывший шериф Лукас возвращается в свой родной городок в западных пустынях, чтобы раскрыть тайное исчезновение своего отца, но я думаю, вот это надо возьму, и низкая кровь, Лукас пожилой и циничный стражник в жестоком фэнтези мире, целыми днями он пьет эйли, курица горя, сигаря, в городе кто-то убил 7 гномов, нет, давай вот это возьмем, да, нифига, он книгу выпустил с этой 5 и 1, ничего себе, я 3 и 0 выпустил, эти вообще что-то тут еле-еле наскребли, да, но он прям очень хорошую книгу выпустил, можно глянуть, что за книга, секреты погибшего замка, а, всего две ошибки, кстати, у него было, он все ошибки пофиксил, а как так, ничего себе, он ошибок там мало наделал, хотя мы книги почти одновременно выпустили, да, о, новое поколение устройств, сегодня компания Литтех представила новое поколение пишущих машинок, один, авторы по всему миру, авторы по всему миру с нетерпением ждут возможности погрузиться в новую эру творчества с этими инновационными устройствами, 500 баксов стоит, у меня столько нету, а тут если ты еще что-то появилось, и еще, ничего себе, а, это не скидка, это сколько мне не хватает, это думал скидки, понятно, так, окей, так, кульминация, призраки в пустыне, Лукас обнаруживает старый индейский амулет, который пробуждает гнев древнего духа, такойся, Лукас находит подтверждение тому, что его отец был убит, он начинает собирать великий, чтобы найти убийцу, да, вот это идеально подходит, о, плюс 100, смотри, а я прям идеально, да, попал, я прям идеально попал, отлично, а, это не я был, а вот я, я тоже идеально попал, я че-то с чего я не понял, ну так хорошо, блин, у меня столько ошибок, это ужас, а как от них избавиться-то, тяжело будет, так, выбор концовки, бонус за тип концовки, счастливая концовка должна быть, да, и мы получим какой-то бонус, плюс один балл к рейтингу, ну что, у тебя плюс один балл, это много, семейная месть, Лукас находит убийцу отца, оказывается его собственный дядя Пит, который завидовал семейному счастью своего брата, забвением, Лукас узнает, что сам был причиной гибели своей семьи, в детстве он вызвал духа, который забрал его семью, всю жизнь Лукас пытался об этом забыть, окропим святой водой, убийце отца оказался злой дух, преследующий его семью, заручившись помощью индийских шаманов, Лукас совершает ритуал сгнание освобождает души погибших, вот это как раз хорошая концовка, да, давайте так и поступим тогда, я думаю, мы попадем, да, отлично, о, достижение какое-то заработал, а почему плюс 30-то, блин, води хорошо, ну плюс 30, тут вон плюс 80, типа удали, я не понимаю, чего-то в этой жизни, я определенно чего-то не понимаю в этой жизни, так, вопрос, что нам делать с редактированием, о, нам доступен типочек за деньги, 3 в неделе, 0-24, но мне деньги сейчас нужны, я там машинку хотел купить новую, да, блин, ну давай с собой будем, я не знаю, ну правда надо, надо покопить денюжки, денюжки понужнее, будем редактировать сами пытаться, а там уж фиг с ним видно будет, ужасы, мутанты, это вот это, да, пишут, он пока меня опережает, продолжаем редактировать, я думаю, надо побольше поредактировать, чтобы книгу хорошую выпустить, блин, самое плохое, знаете, что, у нас почти там недели-то уже закончились, мы еще одну книгу не успеем выпустить, блин, результат плохо, чем уж продолжим тогда редактировать, пока ближе к концу не подойдет время, и надеюсь, он к этому времени по-любому не успеет книгу написать за оставшееся это время, да, мне кажется, не успеет, а, вон там еще девчонка нас обогнала, я смотрю, да, она что-то выпустила, отлично, продолжаем, успешная книга, опять там кто-то успешную книгу выпустил, Василий Сирока выпустил, так, ну это не середина смерца не отчаяния, несмотря на низкие оценки, книга хорошо продается, кажется, читатели скучают по жанру драма, да не буду я драмы, это уже трех раз драмы, да, не хочу я, не путаю, я детективы буду писать, меня прямо-таки манят, пиши, пиши драмы, не хочу, нет, 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 так, ну, соответственно, осталось 15 ошибок, давай как раз еще, наверное, дважды, что он там начал, выбор завязки, блин, он успеет книгу написать, кажись, слушай, получается, он меня опередит, вот это вот неприятно, давай, без ошибок, чтобы было, последнюю, чего уж поделаешь, мне кажется, я еще одну книгу, да, успел бы написать, кажись, ну, ладно, будем в качество, мы, кстати, последнем месте, но будем в качество, не в количестве, будем в качество, 0, опубликуем, блин, только дайте мне плохие оценки, я, я заплачу, кстати, неплохо так прокачались с вами, да, даже второй левел апнули где-то в редактировании, а, ну, мы что, очень много редактировали, да, 25 месяцев, 2 года мы книгу писали, почти, офигеть, ой-ой-ой-ой-ой, да, друзья, окупилось, не зря я так долго книгу писал, 6,7, 5,1 и 7,6 баллов мы получаем, это очень круто, автор идеально подобрал тематику и жанр, а зеваю от скуки, вы, автор, явно напутал приоритеты, окружение важнее, чем диалоги в рамках этой книги, да, да, будет запомнить, окружение, окружение важнее, чем диалоги, окей, я думал наоборот, но я буду прислушиваться, естественно, и того, 6,8 баллов средний, это очень хорошая книга, мы очень много с нее получим, мне кажется, атмосфера напряжения удерживает до последней страницы, некоторые детали, правда, предсказуемы, очень понравилась книга, спасибо, это произведение искусства, но я найду к чему придраться, да ладно, 6,8 поставил и пойдет, о, еще достижения, за первую неделю мы уже с вами одну тысячу продали, ничего себе, сильно слушай, я уже на втором месте, видите, в качество пошел, а не в количество, и все, сразу, опа, мы, кстати, опередили этого Волковского, а, кстати, вот он первую книгу написал на 5,1, я тогда написал на троечку, теперь он вообще на 3,5 написал, а я написал на 6,8, то есть я в итоге даже, наверное, лучше, чем он, да? Ну, слушай, фиг знает, да, мне кажется, я в общей сложности по баллам лучше, чем он, эти вообще что-то тут высирают 0,2, ты что это такое написал-то, господи, он редактирование не проводил, на 45 ошибок, и рисики поставили 0,3, читатели 0,1, общие продажи, 163 книги, ужас, 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 ну это прям, блин, слушай, соболезную, драма, кстати, кстати, как о птичках, это драма, что, еще одну книжечку напишем, а мы успеем хоть? Ну, давай начнем писать, да? Может, чем другой попробуем? Или что, раз уж мы так хороши в этих самых драмах, блин, хотел сказать, в детективах, может, не им, да, и продолжим заниматься, что уж нет? Вот, давай про что? Про самопознание? Хм, ну такое, политика, спецслужбы, остров, одиночество, оборотни, нуар, нуар что-то знакомое, но я не знаю, что это значит, к сожалению, блин, что-то очень знакомое, не помню, что это значит слово, ладно, тогда, космос, любовный треугольник, любовь, мистика, мифы, мистику, может, возьмем в этот раз? О, может, историческая личность? Зависимость. А давай попробуем, наверное, мистику, да, возьмем с вами мистику, выбираем всех, что возьмем? Тропинка, магические страны, вот раз, сломанный глаз, вечный в безумии, тайное письмо, юг и луна, разбитый, мамая городской штаб, мой маленький мальчик, душевный салон, червь, о, круто звучит, давай, это что такое, почему на первой неделе тысяча, а на второй двести, это как вообще-то, какого черта так мало, но это что-то ненормально, если честно, да, что-то прям печаль, беда, ну ладно, так, мы еще письма какие-то получаем, залива, после тайное письмо, у меня осталось лишь грусть и вопрос, это действительно было нужно кому-то, кроме вас, Александр, спасибо за отзыв, Александра, еди, Александра, иди-ка ты, куда-нибудь, хочу тебя облизать, спасибо за отзыв, у нас, кстати, 99-й год, о, а вторая, а третья неделя, сотри, лучше, как оно работает, вики, вы знаете, кстати, можно с вами купить, наверное, печатную машинку, крутую, за 1000 сатаги, скорость, плюс 5%, и модификатор опыта, да, за написание, скорость, шанс, успех, а следование, мотивикатор опыта, за написание, а если, допустим, куплю вот эту, потом вот эту, за полную стоимость, она будет покупать, я, я такой человек, что я бы сразу на эту, накопил, если честно, ну серьезно, адская машинка, а там потом где-то еще круче появится, да, а, ну до них тут, слушай, 290 недель, давай купим за 1000, погоди, у нас же какие-то курсы были, может, очень не машинку, а курс какой-нибудь глянем, а, 3,5 месяца, мы обучаться еще будем, погоди, вероятность ошибок, минус 10 процентов, я до себя к фэнтези тут, при прохождении курса, теперь надо получить значение удачи, наличие 3 штуки, и рост аудитории, скорость исследований, шанс успеха, а мы типа, а, мы можем не облажаться в исследовании, мне до этого везло что ли, вероятность ошибиться в приоритизации, кстати, неплохая штука, хотя, если подноровиться, и без этого можно боитесь, да, о, детективный тренинг, вероятность ошибок, скорость продажи, но так как вложение в лучшее будущее, да, ладно, давай машинку купим, заодно гляну, как это работает, нет, смотри, за полную стоимость скотина хочет, а можно ее продать будет, нет, я бы ее продал, вот у меня вот это есть, можно ее продать, нельзя, блин, загадок купил, ну ладно, давайте мы с вами продолжим писать книгу, ну игрушка на самом деле довольно-таки интересная, я прям, что-то прям очень доволен, если честно, прям очень-очень доволен игрой, кстати, книга до сих пор продается, а, а вот и самая неудача, исследование завершено, статус неудача, ошибки плюс 20%, опыт из ленописания минус 3, скорость минус 2, ну зато мы тут опыт золотали, да, ну пойдет, мне сказали, что окружение важнее диалогов, почему-то, может мы их просто пополам и так поделим, да и все, что париться, да, Джеремия, Константин Терран, о, давай Константина, так, что тут делаем, ммм, что я в прошлый раз сделал, я больше уводил, куда, в экшен, да, давай в этот раз попробуем больше в эмоциональность, или как, или продолжим в экшен дальше давить, давай дальше продолжим давить в экшен, камерность или эпичность, давай наверно камерность, давай даже побольше камерность сделаю, посмотрю, что из этого выйдет, сюжет, прям вот так вот сделаем с вами, да, давай вот так даже, ничего себе, а че нет, можем все позволить, можем же, так, ну я точно буду во втором месте, я надеюсь, учитывая, как и не там книги пишут, тут вообще без шанса, мне кажется, так, выбор завязки, вечный портрет, 1925 год, провинциальный городок, в одной из старых мастерских детектив, Константин, нашел фотографию местного продавца книг, мистера Грея, сделанный 50 лет назад, странность в том, что Грей выглядел точно таким же, как и сейчас, роковое яйцо, Константин, частный детектив, получает необычное задание, найти украденное яйцо дракона, это глупость, ДНК, Константин Тран, ученый генетик, получил предложение от секретной правительства организации, изучить ДНК одной очень странной субстанции, давай вот это лучше, я люблю что-нибудь такое, знаете, мистическое, а это больше, тут вообще фэнтези какое-то, а тут, что-то больше на этот, на фантастику уходит, а у нас мистика ведь, правильно, вот по мистике и будем идти, давайте, плюс 70, отлично, отлично, 9000, ничего себе, а, он просто еще одну книгу выпустил, да, да, он еще одну книгу выпустил, блин, он у него много очков, тяжело его догнать будет, ну, че ж поделаешь, так, кульминация лаборатории Грея, Константин обнаружил потайную лабораторию в подвале дома Грея, где он находит устройство и реагенты, предназначенные для создания мистического напитка, свидетель из прошлого, Константин встречает старика Роберта, который утверждает, что он видел, как Грея жестоко убил его сестру 50 лет назад, тогда ему никто не поверил, потерянная девушка, Константин узнает о пропаже молодой девушки, в пациенте раз ее видели рядом с магазином Грея, вот это вот интересно, давай, плюс 50, блин, плохо, ну, как мне кажется интересно, это самое интересное, что там могло произойти, какие-то субстанции, но такое 50-50, о, все закончилось, я на втором месте, лучший писатель, Андрей Волковский, 9000 набрал, да, больше меня, о, по рейтингу я, зато 4,9, и лучшая книга, кстати, тоже у меня, худший писатель, Скайлера, вот это, да, Алекса, 0,6, и 0,2, и у нее книга, ужас, 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 и это думал, я плох, не, я еще неплохо, я еще довольно-таки неплохо, то есть я дальше прохожу, да, ну-ка, ага, я, давай, я дальше прохожу, смотри, спокойно, и вы видели, вот эта девчуля, она какие-то каменные, нужны с бумагой, что ли, сыграла, и прошла тоже дальше, хотя не должна была, интересно, так, у нас появляется, получается, зарея пид, какая-то там, цель уровня 5, написать лучшую книгу, два игрока, написавших книгу, с максимальным рейтингом, переходят на четвертый уровень, а, все, у меня что ли, книга исчезла, которую я писал, тьфу ты, блин, зря я только занимался, мне даже опыта, да, не дали, было странно, кстати, да, как-то, ты куда книга делась, ладно, друзья, игрушка, на самом деле, довольно-таки интересная, вообще, пишите, что вы думаете, по этому поводу, учитывая, что это инди-разработчик, по поводу интерфейса, что могу сказать, он довольно-таки приятен глазу, все вообще интуитивно, понятно, где что находится, что как работает, это кайф, это всегда кайф, геймплейно, тоже неплохо сделано, то есть, пишешь книжечки, смотришь, какие тут всякие сюжетцы появляются, что-то там даже надо ползунки подергать, смотреть, как другие, также что-то пишут, развиваются, с ними даже можно как-то взаимодействовать, я этим не занимался, хотя можно было, конечно, попробовать, но, чё ж, в принципе, блин, учитывая, что это инди-разработчик, и учитывая, что ничего себе, это мой зритель, я очень сильно удивлен, просто мне до этого много людей писало, тоже всякие свои игрушки предлагали мне, да, и там основном, процентов 60-70, вы этого банально не видели, ну там прям шлак, отдельный вид искусства, а тут прям очень сильно меня удивил, очень сильно удивил, разработчик, если он будет продолжать развивать эту игру, возможно, он даже выстрелит, очень хорошо выстрелит, но, опять же, отчасти, всё зависит от того, будет ли он уделять ещё внимание маркетингу, то дело такое, я, конечно, выпущу видосик, так что, я вас также прошу, пожалуйста, поддержите, как-никак, да, соотечественник, он, как бы, старается, и, блин, игрушка очень кайфовая, ну, а с вами был Кокси Залё, пишите, что думаете, хотите ли видеть вообще продолжение, как обычно, лайки, комменты, колокольчик, подписка, всё это дело оставляйте, пишите, тыкайте, всё, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok